Неравнодушные к судьбе озера Акгель вышли сегодня на массовый субботник. По инициативе регионального общероссийского народного фронта прошла экоакция. Также активное участие в мероприятии приняли сотрудники Ленинской администрации и Министерства природных ресурсов. О мусорном пейзаже с видом на озеро Луиза Раджабова. О том, что озеру Акгель нужна срочная экологическая реабилитация, знают все и давно. Поэтому проведение акции именно здесь вполне понятно. Мы должны все к проблеме мусора отнестись очень серьезно. А именно, начиная с себя, мы должны доносить все пакеты до баков. Начиная с себя, мы должны учить наших детей этой культуре обращения с отходами. Весь мусор за один день невозможно вывезти. Но будем стараться продолжать эту работу, будем просить привлекать дальше тоже всех, кто имеет технику, всех, кто имеет такие возможности. В первую очередь негативное влияние оказывает хозяйственная и промышленная деятельность людей. Пока проходил субботник, общественники замечают трубу одного из фитнес-клубов. К счастью, не канализационная, но убрать все-таки придется. Администратор заведения признается, что сами неоднократно проводят субботники, а недочеты будут устранены в кратчайшие сроки. В течение трех дней мы постараемся устранить все неполадки, также мусор и переработку мусора и так далее. Обязательно постараемся привести все в порядок. Это и для нас как бы хорошо, для нашего фитнес-клуба. Метр за метром грузовые машины очищают несанкционированную свалку. Элементарное отсутствие площадок для установления контейнеров и цивилизованного подхода к уборке мусора дает свои плоды. В результате строительной деятельности почти потеряно зеркало озера. Это озеро имеет очень важное значение, в том числе и как объект, который будет притягивать к будущему туристов. И сегодня оно имеет очень важное значение и для экосистемы города. Мы знаем, что вдоль побережья Каспия, вдоль этих всех озер проходят миграционные пути птиц, которые мигрируют по сезонам то южные страны, то обратно сюда. И сохранение этих объектов будет иметь огромное значение, в том числе и для сохранения уникальной агнитофауны России и всего мира. Чтобы не дать погибнуть озеру, свое весомое слово должны сказать власти и тяжелая техника. Когда и как это произойдет, пока неизвестно. Луиза Раджапова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.